Полосатой ягодой буквально усыпаны прилавки. Продавцы зазывают, мол, их арбузы лучшие на всем рынке. Сейчас ягоду везут из теплых стран ближнего зарубежья. В Подмосковье преимущественно торгуют арбузами из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Можно ли доверять продавцам и, главное, есть арбузы уже сейчас, в начале июля? В первую очередь Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на условия хранения и торговли плодами. Обязательно обратить внимание, где вы приобретаете эти арбузы. Ни в коем случае нельзя их приобретать вдоль дорог, в местах несанкционированной торговли. Посмотрите, не оставляют ли продавцы эти арбузы ночью без присмотра. Они должны быть днем укрыты, находиться в тени по тентам, а ночью их желательно перемещать в места складирования, где температура не выше плюс 15 и плюс 20 градусов. Кроме того, покупатель вправе потребовать у продавца все необходимые документы – медкнижку и накладную, где указаны данные о партии арбузов. Только в том случае, если все меры безопасного хранения и продажи продукта соблюдены и формальные физически, можно переходить к покупке. При выборе ягоды специалисты советуют обращать внимание на две вещи. Первое – это вот такое желтое пятнышко на пузике. Второе – сухой хвостик. Это говорит о том, что арбуз полностью созрел и готов к употреблению. Как правило, такие арбузы безопасны для здоровья. В них почти не бывает вредных нитратов. Ягоды, созревшие естественным путем, доставленные в точки продаж по всем правилам, смело можно употреблять в пищу вне зависимости от сезона. Роспотребнадзоре уверяют – качественные арбузы можно найти даже зимой. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.